здравствуйте в эфире проект успеть до полуночи у нас в гостях о в шатор активист из германии пожалуй самый популярный в последнее время немец на постсоветском пространстве вот продукты которых почти нет в германии растительное масло мука как видите полки пустые тут вот обычно мука лежит а сейчас ее нет но в целом с продуктами все окей что же если раньше полная тележка продуктов обходилась в 70 евро то теперь она стоит все сто продукты явно подорожали здравствуйте спасибо за приглашение мне очень приятно находиться в минске у меня конечно же вопрос как вы оказались в минске зачем вы почему вы приехали в беларусь что привело вас к нам я хочу это отвечать без много говорить это символ мы экстра делаем это дружба народов дружба между флаг германии и беларусь ассистон за траум визин идеалисты это наша мечта мы идеалистами и мечтаем о том чтобы все люди все народы европы жили в мире но какая-то программа будет насыщена вас в беларуси предстоит я наслышана о том что вроде как снимаете фильм по моему да расскажите подробнее зрителю она цель не всё это посещение all-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на и И почему мы это делаем? Потому что мы считаем, что для того, чтобы общаться с какой-то страной, нужно знать ее историю и строить общение на основе этого. Благодаря этому возникает взаимное уважение, когда мы знаем историю друг друга. Это и есть наша цель. Мы хотим создать такой проект, чтобы эту тему осветить. Это очень благородная миссия. Рада слышать, на самом деле, что есть среди граждан Германии те, кто понимают, как это важно сохранять историческую память. Еще одно важное дополнение. В нынешней напряженной ситуации, когда многие мосты, взаимопонимание, практически разрушены, мы считаем, что необходимо эти мосты между народами восстанавливать. Тогда вопрос у меня встречный. А в Германии, насколько мы видим по всей Европе, не только переписывание историй, фактов, но и памятники, например, сносят героям-освободителям, героям СССР. Насколько в Германии вот помнят как раз о том, насколько важно не допустить возвращения фашизма? Ну, то есть вот насколько это сохраняется в Германии на фоне общеевропейского настроения? В последние 20 лет ситуация постепенно понемногу, но ухудшается. И это делается сознательно. Отношение к России и к Белоруссии. 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 И, к сожалению, средства массовой информации почти не дают информацию о том, что происходило во время Второй мировой войны. Преступление фашизма и героизм советской армии по освобождению фактически мира от фашизма. Нельзя сказать, что это прямо полностью говорят одну ложь. Нет. Но просто правду как-то избегают или вообще не упоминают. Хочется спросить. Мы еще вернемся к повестке исторической. Но вот избегают правду, может быть, и в нынешнем времени. Я имею в виду, мы же видим, в Германии началась такая рекордная инфляция за последние несколько десятилетий. Мы видим, что, насколько мне известно, цены растут практически на все. Вот понимают ли немецкие граждане и кто-нибудь говорит ли им об этом, что это, например, Вашингтону выгодно заставить Европу покупать жиженный газ, дороже, чем в России, например. И в целом санкционная политика, которая придерживается и Германия в том числе, она ударила по европейскому потребителю. И это не совсем выгодно европейскому правительству было делать. Мы должны понимать, что во всем мире средства массовой информации имеют большое влияние на осознание людей. И так, конечно, работает и в Германии. И если внимательно посмотреть за информацией, которая идет в средствах массовой информации Германии, мы видим, что они очень приближены к интересам Соединенных Штатов. К этому нужно относиться критически, воспринимать критически. И у меня, у моих друзей складывается впечатление, что за последние десятилетия людей отучают от критического мышления. И на это специально работают специальные организации. Люди интересуются Голливудом, люди интересуются модными каталогами, смартфонами. И это все их интересы. Мне кажется, все идет к тому, что в итоге европейские предприятия, капиталы перетекут в США, потому что ситуация складывается банкротами, многие себя объявляют. Это ведет к тому, что просто невыгодно оставаться в Европе. Если верить публикациям издания «Политику», Олаф Шольц, канцлер Германии, например, понимают уже об этом. Ну вот инсайдеры говорят, что он осознает. Вы как считаете, он вообще что-то может изменить? Или на самом деле, даже если осознает, ему с большего все равно? У меня есть надежда, что немецкий канцлер будет исходить из стремления соблюдать интересы Германии и находить мирное урегулирование всех вопросов. Олаф Шольц – это не Вилли Брандт. Это тот, который строил мосты в направлении Востока. К сожалению, Олаф Шольц не такой. Хорошо, предлагаю взглянуть на экран. Это один из городов Германии с населением менее 100 тысяч. Земля Саксония – это Цвикао город. И люди, как известно, протестовали как раз против санкционной политики и против поставок вооружения в Украину. Как на самом деле, вот вы живете в Германии, вы слышите, что говорят люди о ситуации Украины, о политике официальной Германии в адрес Украины? То есть какие настроения? Да, и как относится к Владимиру Зеленскому? Я уже говорил, что на протяжении десятилетий пропаганда работает, оставляет свои следы. Им, конечно, удалось в течение десятилетий сформировать негативную картину и о России, и о Белоруссии, и о Лукашенко в частности. И эта пропаганда... Восточная стена и пропаганда начала работать в Восточной Германии. Многие восточные немцы не верили, что Восток такой плохой и Россия такая плохая. Я горжусь тем, что я восточный немец. Среди тех протестующих были мои знакомые, и я тоже. И эти люди понимают, что между Западом и Востоком должны быть дружеские отношения. И это касается и России, и Азии, в общем, всего континента. Остальные немцы, вы говорите, там пропаганда работает. Ну как можно, вот приходишь в магазин, банально цены выросли, но как можно не понимать из-за чего? Что во всем виноват Путин, и все, и они в это прям верят. Да, именно так. Те, кто слушают информацию мейнстрима СМИ, они считают, что Путин во всем виноват, что Зеленский хороший и так далее. Тогда, я думаю, глупо спрашивать о том, понимают ли немцы схожесть политиков европейских и Зеленского в том, что они действуют в интересах не своих стран, я думаю, значит, не понимают. Тут, в принципе, ответ очевиден. Нет, они мыслят значительно проще. Они просто считают, что Олаф Шольц действует от своего имени, что Зеленский хороший, а Путин плохой. У них мышление как бы делит все на черное и белое. Тогда предлагаю посмотреть еще одно видео из Украины. Это фрагмент репортажа британского телевидения из Херсона. И это, ну, норма, это часто встречается. А вообще... Где это был? В Украине. Это украинский флаг, это Украина, это Херсон. Понимают ли в Германии, что основа нынешних властей Украины это национализм и даже фашизм порой? Конечно, я уверен, что в спецслужбах Германии и всех западных странах это прекрасно понимают. Но из политических соображений, естественно, эта информация не должна доходить до населения. Как я раньше говорил, главная задача пропаганды — это убрать правду. И это вот часть правды, которую там не сообщают. Поэтому большинство немцев не знает. И поэтому они выступают за поставки вооружения против плохого Путина. На протяжении десятилетий в людях отбивали всякий интерес к тому, что происходит на Востоке, в России, в Белоруссии. И никогда не давалась позитивная картина того, что происходит в Белоруссии, в России, в этих странах. И то же самое касается Китая. Все, что дается информации, это американская политическая повестка касательно вопроса с Китаем. Кому принадлежат средства массовой информации, тот и определяет мнение. Как вы думаете, если бы немцы увидели такие кадры, они бы по-другому уже относились к спецоперации на Украине? Мы и наши друзья, мы тоже много. Мы будем каждый день больше. У нас Alternатив-СМИ, у нас Интернет, Блогер, Телеграм, еще. Мы не знаем, сколько времени еще. Это еще открыт. Это окна, еще открыт. Мы не знаем, сколько времени. Возможно, они закрыт. Ах, извините, я по-русски отвечаю. Я по-русски говорю. Слава Богу, благодаря альтернативным средствам информации, вот такие факты доходят для населения. Немного, но доходят. И они поражены. И, конечно, тут же начинает работать противопропаганда, которая заявляет, что это был всего лишь единственный, единичный случай, и человек просто был пьяный или что-нибудь такое. И то, что неприятное было в действиях моего правительства за последние годы, это то, что у них такой был неискренний антифашизм. Критические люди, которые тоже на улице, как это люди, мы видели демонстрации. Наш СМИ или государство скажет, там люди, правда, правда, политика, это больше нации, очень правда, это как фашисты. Они скажут, там тоже не все, а там нации, фашисты демонстрируют цвикау. А они только везут цвикау, нации, а украинские нации, наши СМИ не везут. Это пропаганда. Поэтому у нас не 100% правда антифашизм. Это только нам надо фашисты, Украины. Там где надо, там видят. Надо, они за наш целый, против России, добро пожаловать. А там критические люди, Германии, там тоже фашисты. Это все. Какой образ белорусов сегодня и Лукашенко лично? То есть все ли подвержены пропаганде или все-таки люди понимают, что с нами можно дружить, сотрудничать, и мы тоже за это? Auch wieder die Sache, genauso wie... Поскольку за последние десятилетия ничего хорошего не говорилось ни про Россию, ни Беларусь, ни про президентство Лукашенко, и о том, что здесь... Беларуси нуждаются в свободе, и особенно молодые люди хотят все уехать на Запад. Und die armen Menschen wollen nur endlich in die Freiheit und in den Westen? Nun kann ich eins sagen, es ist wie immer... Это не очень умно говорить про соседей, когда я ни разу ты там не побывал и сам не видел. ...нагбарн redет, sie aber nie besucht hat. Meine Großmutter... Моя бабушка говорила, прежде чем договорить плохое о твоем соседе, пойди к нему, постучи к нему в дверь и поговори с ним. So einfach ist es? Посети того, кого правительство называет твоим врагом, и, возможно, вы станете с ним другом. Это все просто, когда смотришь сердце. Спасибо. У нас на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok